Образцово-показательный коллектив вынужден заниматься совсем не в образцовом помещении. Новости нашего города в начале весны рассказывали о том, что за несколько месяцев стены танцевального зала покрылись грибком. Дышать там стало трудно и даже просто находиться в зале опасно для здоровья. Спасти ситуацию может только капитальный ремонт. Будет ли он сделан в этом году, узнавала Ирина Потехина. Сначала немного предыстории. Прежде чем Крещенда получил это помещение, несколько лет ансамбль буквально скитался по чужим залам. И родители воспитанниц, а их 60 девчушек в возрасте от 6 до 16 лет, пачками слали письма в различные инстанции с просьбой помочь найти помещение для коллектива. Бывшая оранжерея в третьей школе, которую Крещенда предоставил департамент образования примерно год назад, подошла как нельзя лучше. Большой зал, есть раздевалки, место для костюмов. Да и вообще, наконец-то это было свое. Однако, радовались все недолго. Осенью на стене появилось первое пятно с плесенью, а к февралю буквально все стены затянуло чернотой. Чтобы не срывать репетиции, ансамбля школы потеснилась и предоставила еще одно помещение. Но это, во-первых, и на время, а во-вторых, места в нем хватало только для самых маленьких танцовщиц. В общем, вопрос с ремонтом зала фактически стал вопросом жизни или смерти образцового хореографического ансамбля Крещенда. Родители снова забили во все колокола, а специалисты образования срочно начали искать выход из положения. Проблема появилась зимой. Мы все знаем, что бюджеты формируются у нас в июне месяце на плановый период. И, естественно, когда зимой появилась проблема, нужно было решить несколько вопросов. Первый вопрос – какие мероприятия надо провести, то есть какой ремонт, по каким направлениям. И второй вопрос – где взять деньги. На сегодня департамент образования организовал работу специальной комиссии, которая выяснила, что первоначально в Танзале надо заменить систему вентиляции. Далее – реконструировать систему отопления и только потом уничтожать грибок и наводить лоск. Сумма, которая нужна на эти цели, составила 4,5 миллиона рублей. Локально небольшой ремонт, как некоторые предполагают. На самом деле ремонт серьезный. Он предполагает, во-первых, наличие такой суммы, а второе – наличие, вернее, не наличие, а проведение всех процедур согласно 94-го закона. Это аукцион, проведение аукциона, заключение муниципального контракта и, соответственно, потом еще сроков исполнения контракта. Учитывая вот этот объем, я не уверен, что к 1 сентября вопрос будет решен. Тем не менее, даже такой ответ вселяет радость и надежду в танцевальный коллектив. Пусть и не к 1 сентября, пусть позже, но главное – взрослые и дети узнали, что ремонт в зале будет. В списке на дополнительные работы, которые Департамент образования собирается проводить этим летом на сэкономленные на аукционах деньги, крещендо стоит под номером 1. Ирина Потехина, Виталий Харченко. Новости нашего города.